Всем привет! С вами Юля. Сегодня 15 июня, вторник. Я к вам с новостями рукодельными делаю мое первое включение. Снимаю вечером. Освещение у меня искусственное, не очень, но другого времени не будет, потому что я работаю и понятно, что у меня остаются только выходные. Не хочется упускать момент, хочется поделиться вот именно сейчас тем, что у меня происходит. А во-первых, рулетка наконец-то нам выдала процесс с цветами. В данной категории у меня заявлен набор фирмы Вервака. Яркие птицы, вот такой красивый, очень жизнерадостный и солнечный дизайн. И я вчера немножечко уже приступила. И вот то, что у меня есть на моей основе. Я здесь заменила Аиду на лен, 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 пермин, по-моему, да, соответствует 14 каунту. Долго работа лежала и вот вчера я взялась за этот процесс, запялила в кюснапы, приколола сюда вот такой очень красивый магнит. У меня здесь журавлик держит иголочки. И приступила. Немного я вышила на самом деле. За вчера всего лишь приступила к клетке. Работала металлизированной ниточкой, металликом. Вот здесь вот эти вот все перекладинки, как они называются. Дальше немножко повышевала клетку, вот здесь. И пошла чуть-чуть вверх, но уже припарковалась. Мне было неудобно. Решила я довышивать все то, что находится поблизости, не уходить далеко. Конечно же, выполнить бэкстич сегодня планировала. Но на сегодня отложу эту работу. У меня есть очень веский повод. Я с вами поделюсь моим поводом веским. Вот, но тем не менее, на этой неделе хотя бы минимум норму я сделаю на этом процессе. И вообще хочется как бы в этом месяце его завершить. Ну не знаю, столько всего у меня уже новенького образовалось. И буду стараться. Не знаю, как настроение. Да, я пытаюсь планировать, загадывать. Конечно же, все говорят, что загадный, бываешь богат. Но хоть как-то себе пытаюсь строить планы, которые в последнее время все хуже и хуже исполняются. Но что делать? Покажу вам схему немножко, где я нахожусь. Вот, видите, сейчас вышиваю вот этот участок. Дальше клетка и цветы. И, видите, осталось немного, видите, по схемке, осталось немного. Неполная зашивка. Вот тут цветы, вот банк, вот-вот-вот, но и бэкстич. Поэтому, в общем-то, норма достаточно реальная. За месяц можно ее завершить, да, до конца июня. Но все будет зависеть от того, как у меня будет настроение, на какие процессы. Потому что меня может действительно потянуть на совсем другие проекты. Поэтому, ну, хотя бы норму я вышлю. По норме тут тоже будет достаточно неплохое продвижение. Нужно вышить 1200 крестиков. Я всегда стараюсь делать побольше. Вот они, мои ниточки. Конечно, они уже немножечко прилохматились, но достаточно приличненько держатся на дубку. Я люблю эти органайзеры. Оказались они для меня самые-самые практичные, самые комфортные. Много помещается здесь ниточек, иголочек. И вот такая вот удобная организация. Вот посмотрите, вот они металлизированные ниточки, три цвета. И, конечно же, вышивка получается очень яркая. Я рада, что я заменила основу. Она здесь подошла просто идеально, как так и было. Но на самом деле здесь была аида, не белого, но желтенького цвета. Поэтому вот сюда этот лен очень хорошо подошел. Вот. Показала вам этот процесс. А повод, по которому я делаю включение, это не то, чтобы показать, что у меня здесь начался и вышивается процесс. А хочу поделиться с вами одним очень серьезным подарком, который меня, в общем-то, выбил из моих планов полностью. Сейчас, секундочку. Итак, повод, по которому я немножко отвлекусь на другой процесс, это подарок. Данный подарок мне прислала Ольга с канала Олала Крустич. У Ольги обширная, великолепная коллекция наборов. Ольга действительно, можно ее назвать коллекционером наборов. Она не просто собирает наборы, именно серии. Там все серьезно по производителям. И Ольга сейчас сняла уже целую серию таких видео о своих запасах, именно по производителям. Уже шесть частей вышло. И продолжает снимать. Я оставлю ссылку. Вы можете перейти и посмотреть все эти видео, познакомиться с Ольгой. Вот. Ольга присылает у меня уже не первую посылку. Я так понимаю, Олечка меня взяла на свое шествие. Себе много покупает. Теперь и мне много покупает. Вот что будем делать, Оля? Как будем это все вышивать? Ну, не знаю. Стараюсь, вышиваю. Конечно, ты меня очень щедро одарила. Огромно тебе большое спасибо за твое внимание и, конечно же, твою любовь. Потому что все это дорогого стоит. Вот. Что мне прислала Ольга? Мне прислала Ольга оригинальную схему миробилии Персифона. Вот такая красавица. И полностью все необходимые материалы к данной схеме. Весь бисер и ниточки Кэррена Уотер Плелис, ручного окрашения. Я сегодня получила, рано-рано утром, в последнее время посылки с этого сайта нам приносят и оставляют внизу в нашем доме. Поэтому даже на почту бежать не надо. Приходишь, и там тебя ждут уже посылки. Я все это получила. Конечно же, открыла, на работе все это посмотрела. И пока работала, я думала, как же мне ее начать. Потому что у меня нет точно вот такой основы. Но у меня небольшой запас основ, льна присутствует. Небольшое количество цветов у меня есть, но кое-что имеется. И я, как только пришла домой, сразу, конечно же, что нырнула в свою коробку с тканями. Стала смотреть, искать. И я нашла несколько тканей. Сейчас я вам все покажу. Вот, нашла несколько тканюшек. У меня есть Мурана Нуга 32 каунта. Сюда нужен 32 каунт. Лен 32 каунта. Давайте скучивать. Лен 32 каунта. У меня есть Нуга, который я хочу использовать в небольшом дизайне Just None. По цвету подходит, но структура сюда не подойдет. Сюда вот именно нужен тонкий лен. Поэтому я сразу этот вариант отбросила и стала искать, смотреть лены, которые у меня есть. Разные у меня там цвета, но они светлые. Они больше к таким простым дизайнам, к моим птичкам, цветочкам. А вот такой сложной основы у меня не нашлось. Что я у себя смогла найти, это две тканюшки. Этот свайгард у меня, Ньюкасл. А это 40 каунт. Вообще не подходит. С чего я его взяла? Почему-то мне показалось, что это 32. Нет, это у меня 40 каунт. Это большой размер. Это у меня для другого дизайна вообще-то. Поэтому сюда точно эта ткань не подойдет. Поэтому даже без вопросов. И нашла я вот такую у себя тканюшку, которая, в общем-то, мне сразу понравилась. Это у меня лен 32 каунта. Пермин. Размер 55 на 80. Не написано, как называется ткань. Но это у меня был комплект к миробилии МД-23. Праздник. Так она называется. Вот здесь вот бисер к ней подобран. И вот такая вот основа. Она нежно-кофейная с небольшим розовым отблеском. Но вот при хорошем освещении чуть-чуть этот блеск виден. Сейчас, возможно, только такой кофейный цвет мы можем увидеть. Я надеюсь, что камера хоть как-то будет передавать эти оттенки. Сложно вечером снимать. Но опять же повторюсь. Завтра у меня не будет возможности. Нужно ждать выходной. А время уходит. Хочется вот прямо сейчас с вами поделиться всеми моими этими новостями. Я приложила картинку. И мне, в принципе, нравится. Здесь нет какого-то диссонанса по самой картинке девушки с именно тканью. Она будет хорошо смотреться. Единственный у меня такой момент. Вот сам узор. Узор у нас вышивается вот этими цветными ниточками ручного окрашения от Water Lilies. И как только я их сюда приложила, посмотрите, как они хорошо подружились. Просто такой тандем шикарный. Вот точно вот эти узоры будут смотреться на этой основе просто шикарно. Идеально подходят. Очень красиво, сочно, колоритно. Ну и по девушке каких-то оттенков здесь я не вижу, чтобы они были спорные. Я заглянула к себе в запасы ниток. И, конечно же, уже сделала некоторый подбор ниточек. К сожалению, у меня не полная палитра, поэтому у меня не всех ниточек нашлось. Примерно на 50% они так у меня оказалось. Нашлись у меня в основном яркие тона. Давайте посмотрим, как они будут здесь смотреться. Мне кажется, очень интересно. Я надеюсь, вам видно. У меня камера не захватывает полностью. Так. Будем выкладывать. Мне кажется, что все ниточки смотрятся очень хорошо. Даже коричневые вот здесь вот эти цвета, они тоже очень хорошо смотрятся. Прекрасно выделяется основа здесь. Интересно. Она не просто кофейная. В ней есть розовый потом. Но он такой глубокий, скрытый, что его на камеру точно не видно. Его можно увидеть только при хорошем освещении. У меня есть в комнате такие места, где есть очень хорошие лампы. Но я туда не могу притащить камеру и вам показать. Поэтому как-то поверьте мне на слово, что ли. Ну, или в субботу я буду делать включение. Покажу там, наверное, свои первые крестики. И постараюсь вам показать основу, как она выглядит при дневном освещении. Ну, вот то, что есть на сейчас. Ниточки, они здесь просто шикарно смотрятся. И цвет основы природный, достаточно спокойный. Нет разводов. Мне кажется, хорошо подойдет. И мне кажется, большой плюс то, что и вот эти ниточки тоже хорошо смотрятся. Будет очень гармонично. Вот. Благодаря Оле у меня теперь новый старт. Работа достаточно большая. Сейчас я возьму схемку. Так. Работа достаточно большая у нас будет... Читаем. Читаем. Так. 200 на 300 крестиков. 200 на 300 крестиков. На 32 каунте. Сколько это? Какой должен быть размер? Я сейчас не могу определиться на скидку. Но достаточно большая она должна быть. Вот. Видите, сколько здесь у нас Мил Хила. Две ниточки. Карен, Поттер, Лилис. И я уже здесь отметила те цвета ДМС, которые у меня есть. Ну и нужно будет еще докупить. Либо еще ниточки собрать. У меня есть вот такой пакет. Он уже очень много лет лежит. Вот в таком именно виде. Потому что мне просто лень сесть и перемотать нитки. Я всегда это откладываю на потом. И вот когда мне нужна какая-то нитка, я значит из коробок быстро нахожу. А вот здесь потом приходится сидеть и все это искать. Я решила сегодня потратить вечерок и заняться перемоткой. Заняться подготовкой. Ну, в принципе, ткань я нашла из основных подготовок. Нужно будет лена натянуть на раму. Найти большую раму. Может быть, начну на кюснапах. Потому что я, может быть, не часто буду ее вышивать. Посмотрим. Я подумаю, как нужно организоваться. В общем, у меня сейчас идет подготовительный процесс. Отправляюсь я заниматься нитками. Наверное, встретимся с вами уже в субботу. Ну, как получится. В общем, до нового включения. У нас намечается дождь. А Бор очень сильно боится дождя. Боишься дождя? Пришел ко мне. Подвиниться. Итак, сейчас у меня суббота. Хотела я снять это видео с утра, но было много различных дел, домашних обязанностей. И пока я пробегала, день прошел. Сейчас уже 5 часов вечера. Поэтому опять, к сожалению, под искусственным освещением ведется съемка. Но я надеюсь, что у меня все получится. Получится передать вам фактуру и цвета всех материалов, которые я вам сегодня буду показывать. И начинаю я это видео с процесса недели. Данный процесс нам выбрала рулетка. И я активно его вышивала. Очень старалась, продвигала. И перед вами то, что я смогла вышить за неделю. В последнее время я вышиваю не так много, как раньше. Поэтому нет таких масштабных продвижений. Но знаете, я этому рада, что у меня работы хоть как-то двигаются. И есть финиш, и прогресс. Поэтому в принципе я не жалуюсь. Но я вот сравниваю просто с прошлыми годами, как много я вышивала. Как я так могла, успевала. Сейчас не знаю. Не могу так быстро много вышивать. Но тем не менее, работа, вы видите, как хорошо она подросла. Вам на контраст в одном видео все очень хорошо заметно. Я сразу вышила бэкстич. Потому что это такое дело, когда оставляешь его потом тяжело усадить себя и вышивать бэкстич. А он здесь цветной. Поэтому я решила сразу вышить бэкстич. Дальше я занималась клеткой, решеточкой. Решетка вышивается преимущественно металлизированными ниточками. Причем здесь у нас используются три оттенка. И это сложная задача. Закреплять металлик и вышивать три крестика одним цветом, три другим, два третьим цветом. Все это нужно как-то закрепляться. А металлик, вы знаете, не очень послушный. Хотя здесь достаточно хорошее качество. Но тем не менее, вот такие вот разрозненные крестики вышивать металликом было сложно. Но мне очень нравится то, что получается. Клетка действительно получается как настоящий. Металлик блестит. Как будто это вот эта ковка вся видна. Вышиваю я, как и положено, в две крестики, в две ниточки. Получается очень фактурно, очень красиво. Клетка у меня, в принципе, полностью-полностью вся готова. Я еще проверю, может где-то у меня остались какие-то недошитые крестики. Или где-то какой-то бэкстич. Все это доделаю. Но в основном она уже полностью готова. И вот особенно через камеру я смотрю, как красиво, как шикарно смотрится. Отличная разработка. Потом я вышивала вот здесь бантик. И вот этот подвес у клеточки. Тоже металликом вышивается. Немножко он у меня ушел с айкюс на пике. Бантик я пока не обвела бэкстичем. Мне нравится, какие здесь используются оттенки. Такая голубая ленточка. Как все красиво, просто замечательно. И подрос у меня еще вот выполнится один цветочек и немножко листочки. Еще не полностью они здесь вышиты. Не хватает крестиков. Но у меня просто больше не хватило сил. Знаете, работать с металликом, работать с металликом это очень кропотливое занятие. И очень-очень быстро устаешь. Поэтому я вышивала по чуть-чуть. Вот каждый вечер по чуть-чуть делала подходы. Когда я чувствовала, что уже все, больше не могу, переключалась на другие процессы. Ну и вот таким образом работа у меня уже очень хорошо продвинулась. Не знаю, что нам даст на следующей неделе рулетка. Именно от выбора рулетки будет зависеть судьба трех процессов, который из них будет продвигаться. Либо это опять же вервака, либо это чудесная игла ласковый май, либо это Dimension с зимней радостью. Посмотрим и в понедельник узнаем, что у нас будет вышиваться. Но по ярким птицам не останется дошить здесь вот эти два цветочка и вот здесь два цветочка. На картинке кажется немножко, но здесь много работы и кропотливая работа. Большой разброс цветов. Но уже в сравнении со всем дизайном осталось четыре цветочка. Это уже не так-то и много. Близится финиш. Пусть не так, как я планировала сесть и прям вышить, предоставить вам готовый результат, похвастаться. Пока нет, пока не получается похвастаться готовым результатом. Но главное, что уже работа продвигается. И мне так нравится то, что получается. Я довольна дизайном, довольна выбором основы, цвета мне нравятся. В общем, вы сами видите, какая красота. Дизайном, довольна выбором основы, цвета мне нравятся. Следующий процесс, над которым я работала, это золотое руно на охоте. Еще немножко продвинула эту работу. И, как видите, у меня вышилось уже одно ухо. Полностью готов нос. Посмотрите, как он четко и хорошо здесь проработан. Стала я уже вышивать глазки. Но пока еще они не завершены. Поэтому два таких размазанных пятна. Но в целом уже собачка начинает проявляться. Очень хорошая проработка. Мне нравится вышивать фон. Фон идет очень-очень легко. Ну и, в принципе, здесь тоже нет какого-то сильного разброса. Полегче вышивается здесь собачка. Вот внизу были сложные участки. Все остальное идет уже намного легче. Я сейчас сняла с кюснапов. Да, работа немножко мяты. Конечно, есть разметка. Но хотелось вам показать целостность, то, как выглядит сейчас работа. Потому что, если бы я вам показала какой-то кусочек, ну вот фон, он сам по себе не особо дает какое-то восприятие о работе. А вот так вот уже, я думаю, что работа становится узнаваемой. Здесь очень красивые оттенки, цвета. И хорошо передана глубина. Да, вот хорошая разработка. Причем это всего лишь просто крестик. Здесь 18-ая ида. Работы, конечно, много на 18-ой иде. Но, тем не менее, потихоньку-потихоньку работа уже продвигается. Да, на столько лет у меня лежало. И в этом году я счастлива, что я смогла к ней вернуться. И вот ее веду уже к финишу. Конечно, до финиша мне еще здесь далеко не работать и работать. Вот смотрите, в масштабе я вам покажу, где у меня заканчивается работа. Вы видите, вот здесь вот так вот эти ножнички. Тут вышивать еще, конечно, ого-го, да? Такие большие участки. Но она уже вышивается и это меня радует. Она вышивается. Меня радует результат. Мне нравятся материалы. Здесь модера. Я в полном восторге от комплектации. Вообще, золотое руно мне очень нравится. Хотя вышивок работ вот этой фирмы мало. И наборов у меня мало. Но нравится. И, конечно, при возможности буду приобретать. И обязательно буду вышивать дизайны от фирмы золотое руно. Но вот в этом году хоть бы эту собаку завершить. И все. И в этом году пунктик будет выполнен. Можно поставить галочку, что вышилась работа от фирмы золотое руно. Красивая собака. Буду продолжать потихонечку ее вышивать. У меня сейчас вообще такое настроение взять бы и сесть и только ее вышивать. Но такие видео, я знаю, не очень смотрят, когда только один процесс. Все любят, чтобы много было. Все разное, разнообразное. Поэтому будем ее вышивать потихоньку. Так. И теперь процесс персифона. Вот смотрю через камеру. Но опять не продается оттенок основы. Придется мне, наверное, сфотографировать. Я вам ставлю фотографию именно этой основы. Как она смотрится. Более-более правильно попытаюсь передать вам оттенок этой основы. Итак, что у меня по персифоне. Итак. Я мою основу натянула на большую раму. Рама эта у меня, по-моему, на 60 см. Сама основа шириной 55 на 70 см. Да. Это очень большой отрез льна 32 каунта. Напомню, что взяла от Миробилии МД-23. Целебрейшн праздник. У меня была основа и бисера к этому процессу. Но так как у меня уже пришла персифона, поэтому я думаю, что на этой основе я прекрасно вышью эту красавицу. Ниточки. Что у меня по ниткам? Давайте я вам, наверное, покажу бисер, раз я уже взяла пакет. Нитки это те, которые у меня дубли. Из подборов. Вот в прошлый раз я вам забыла показать бисер, который у нас здесь имеется. Вот так подняла немножко повыше лампу и цвет основы передается более правильно, получше. Так, бисер. Значит, здесь у нас 525-й. Вот такой мятный, очень вкусный, красивый цвет. Его здесь сколько пачек? Одна. Одна пачка, да. Потом есть вот такой мятный, 20-16. Он немножечко посветлее с отливом. Тоже такой красивый бисер. Дальше. 62-0-38. Темный мятный цвет. Тоже очень интересный. Три оттенка у нас мятных цветов. Дальше. Дальше есть вот такой бисер. 82-0-23. По-моему, называется рубка, если я не ошибаюсь. Немножечко припыленная коробочка. И почему-то плохо видно его. Вот видите, вот такой вот длинненький бисер. Рубка. Дальше есть вот такой оранжевый, очень сочный. Это у нас 20-96. Дальше есть у нас, они склеены два. 0-3-0-48. Вот такой вот красненький. И вот такой бисер. Он здесь заклеенный. Кстати, по-моему, у меня такой есть. Ну, не важно. Будет еще. Заклеен его номер. Вот такие два цвета бисера. Так. Вот этот бисер очень интересный. Сколько камера врет. 0-2-0-85. Он фиолетовый. Здесь показывает прям синий. Почему-то камера искажает цвет. Странно. Странно-странно. 0-2-0-77. Гранатовый. Прям вот гранатовые грозди. Зернышки точнее. Вот такой красивый. Бусины. 16-609. Очень красивые. Крупные. Такие сочные шоколадные бусинки с отливом. Великолепный бисер. И еще вот такой желтенький. 0-2-0-11. Такой желтенький яркий бисерок. Вот. Только у нас здесь бисера. А ниточки ручного крошения. Karen Water Leaves я вам уже показывала. Вот они здесь. Видите, как они хорошо смотрятся. Вот так. И по ниткам. Я вам показывала, что я у себя в запасах собрала вот столько цветов. То, что нужно было по ключу. Видите, почти целая коробочка. Вот у меня получилось. Но это еще не все цвета. Мне же еще не хватало. И я, конечно же, поехала и докупила. Ниток здесь, девочки, очень много. Я их мотала, мотала, но еще не все перемотала. Так. Вот здесь буду раскладывать. Но на этой основе все смотрится очень-очень хорошо. Попробую разложить нитки. Правда, очень много ниток. Смотрите. Это новые. Те, которые я еще не сложила в коробочку. Нитки все смотрятся здесь хорошо. Я не нашла ни одного цвета, который бы меня смущал. На этой основе все смотрится очень-очень замечательно. Ну и в целом, мне кажется, картинка тоже будет смотреться тоже очень-очень красиво. Вот такая у меня организация. Работы, как видите, у меня здесь много. Еще нужно перемотать нитки. Все сложить в коробочку. Думала, как мне начинать этот процесс. Решила начать снизу. У меня здесь была загвоздка. В чем? Основа у меня здесь широкая. 55 на 70. Размер работы я посчитала на калькуляторе основы. У нас получится 32 на 48. По картинке, я, конечно, не знаю. Ну, с учетом рамки, да, размер сдается правильно. По картинке, как мы видим, оформление. Есть еще от вышитой рамки небольшой отступ. Ну, наверное, сантиметра в 2-3. Поэтому получается у нас размер работы 48 на 32. Если прибавить еще сантиметра по 4, будет 52 на 36. На 36. Ну, плюс края нужно оставить для оформления. В принципе, можно отступить и вышивать, наверное, сместить немножко влево. Оставить какой-то край, чтобы срезать. Там получится сантиметров 7, наверное, остаток. Срезать для каких-то мелких прикладных изделий. Но с другой стороны, знаете, бывает вот так пожадничаешь, сместишь. А потом все равно не хватит где-то каких-то сантиметров, чтобы оформить хорошо, оставить воздух. И я решила так. Процесс масштабный. Уже не буду жадничать. Буду вышивать прямо с середины. Пусть у меня будут большие поля слева и справа. Не страшно. Сверху что-то останется. Я сверху срежу кусок. А вот слева и справа я оставлю много воздуха, чтобы мне было комфортно. И без проблем я вышивала, не задумывалась об отступах. Потому что есть такой момент. Я даже думала, может быть, мне ее расположить вот так. И мне хватит высоты, чтобы половину основы сэкономить. Но не хватает. Получается, вот именно впритык. И вот так рисковать, вышивать под край основы, чтобы не осталось ни припусков, ничего. Я не рискую. Я решила оставить все так, как есть. Поэтому буду я приступать к вышивке. Сегодня или завтра. Посмотрим у меня на завтра. У нас же завтра семейный день. Мы поедем куда-то на море, в горы. Не знаю, куда-то поедем, куда нас понесет. И что я смогу, сколько времени останется на вышивку. Но тем не менее, хочется мне начать. Потому что, видите, у меня тут столько материала, столько всего интересного. Ну и как мне начать, не сделать первые крестики. Единственное, я не успела сделать копию схемы. Думала, что успел. Бегала, бегала. Но получилось, что закрылся в магазин. И я не успела сделать копию. Но я буду отмечать тогда карандашиком. Совсем так аккуратненько. Аккуратненько начну. Посмотрю как раз, как у меня будут смотреться вот эти вот цвета. Юбка в самом низу. Она идет у нас желтовато-коричнево-зеленая. Вот здесь эта оборочка. Самая светлая. Вот. Если она хорошо ляжет, то все остальное точно должно лечь хорошо. Потому что дальше идут цвета более такие контрастные. Ну, мне кажется, у меня будет хорошо смотреться на этой основе. Вот. Это у меня один процесс в подготовке был. И который у меня уже, в принципе, готов к съемке. К процессу. Уже заговариваюсь. Я сегодня очень устала. Вы меня простите за небольшой сумбур. Так. Вот такой вот у меня здесь. Такая подготовка. Рама огромная. Я обязательно вышивать буду на цепи. Закреплю. И потихонечку начну вышивать без разметки. Мне, конечно, тяжело без разметки. Но на такой основе нужно вышивать без разметки. Аккуратненько. Так. И есть же у меня еще один процесс, который тоже у меня готов полностью к старту. Итак. Следующий процесс, который у меня практически уже полностью собран. Но готов уже точно к процессу, к вышивке. Это восьмиконечная звезда от фирмы JustNan под кодовым названием Ферма. Я сходила, докупила ниточки. Все их уже перемотала. Вот так в коробочке у меня они здесь находятся. Мне понравились эти коробочки. ДМС. Они хорошо закрывают. Компактные. Очень удобно. Буду пользоваться. Хотя у меня их всего лишь две. И хочется приобрести еще несколько. Я смотрю, у девочек есть и другие расцветки. Вот обязательно хотелось бы приобрести еще этих коробочек. Нужно будет съездить в магазин, посмотреть, есть ли у нас. Но магазин далеко находится. Нужно собраться силами, чтобы туда доехать. Так. Значит, я нитки докупила. В том же магазине я с нитками купила вот такой клей от фирмы Prim для обработки краев основы. Купила для игрушек. В своей вышивке я обрабатываю лаком для ногтей. Получается очень хорошо. Лак держится крепко. Стирать можно, гладить можно. При оформлении никаких проблем. Потому что краешек заворачивается. Поэтому он нам не мешает. При обработке лаком для ногтей краешек основы становятся таким плотненьким. А клей я купила для того, чтобы обрабатывать основу для игрушек. Либо каких-то без корнюшек игрушек. Потому что если здесь обработать край лаком для ногтей и потом сшивать, может быть будет какое-то уплотнение. Либо какая-то неровность. И нужно таких моментов избегать. Аида, она очень хорошо держится и не лохматится. А вот равномерные основы, с ними могут быть проблемы. Я не знаю, как правильно в шитье работать с основами. И вот, к примеру, я когда делала эту игрушку, вышивала на равномерной основе, на линде черного цвета. Уже пыли столько собрал мой кот. Он у меня стоит на рабочем моем столе в корзинке. С ножничками охраняет их и присматривает за процессами. И собрал много-много пыли. Нужно его постирать. Так вот, когда я собирала этого кота, я отрезала хороший запас в линде, чтобы был запас. И когда стала сшивать, линда стала просто очень сильно сыпаться. И я не подумала, что нужно было посадить на флизелин, либо обработать основу, край. Уже в процессе, когда я поняла, что я не могу собрать, это все очень сыпется, я стала подклеивать лаком для ногтей. Но в каких-то местах это стало видно. Видите, вот где-то ниточки повылазили. То есть, постить полностью работу мне не удалось. И я это взяла себе на заметку, что с равномерными основами нужно быть поаккуратнее. Вот, и нужно обрабатывать, наверное, краешек, чтобы можно было потом легко сшивать и было бы все красиво. Ну, вот такой у меня котик есть. Он, конечно, у меня чуть-чуть вот здесь вот с этими с нитками, с браком, но я его люблю. Он сидит в корзинке и вот так вот поглядывает за мной и процессами создает настроение. Вот, и поэтому я купила этот клей в помощь. Дальше. Что у меня еще здесь есть? У меня еще появилась хорошая схема. Схема в хорошем качестве. Это все случилось благодаря Надежде, Надежде Усольцевой. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Надежде Усольцева мне прислала эту схему в хорошем качестве с фотографией бисер и материалов. Я очень-очень благодарна. Наденька, ты меня прям так выручила, потому что та схема, которая у меня есть, она очень размытая. Мне пришлось бы сидеть прям вот, раскрашивать все значки. Я бы все равно вышивала, но это было бы медленно, мучительно, проблемно. А так у меня хорошая схема, и я прям с удовольствием возьмусь, возможно, сегодня и начну уже делать первые крестики. Большое-большое тебе спасибо. Дальше, что у меня здесь? Такие новости. Так, нитки докупила, клей купила, основа есть. Единственное, я не купила еще пуговку металлическую. Ну, я еще поищу. И не купила пластиковые такие шарики, полипелец, они называются. Это мне нужно будет еще искать. Я хоть и пробежалась по магазинам самым основным, там такого не знают. Ну, ничего, будем искать. Я посмотрела у Тамары, как она делала сборку, и сказала, что эти шарики все-таки нужны. Я поняла, что да, они нужны. Я их буду искать, даже если здесь не найду, закажу по интернету. Пока я тут все вышью, придут ко мне эти шарики, нужно будет собирать все аккуратно и качественно. Потому что изделие сложно, кажется, простым, но оно сложное. Так, что еще? Ага, нитки. Я вам показывала, что у меня вот такой вот пакет огромный с нитками. Давно-давно лежит. Я потихоньку перематываю эти ниточки, привожу их в порядок. Много перемотала для Джесснана, для Миробили. И вот эти мотаю каждый вечер по чуть-чуть. Хочу навести порядок с моими ниточками. И новость по поводу ниток ДМС. Когда я покупала ниточки в магазине, продавец мне сказала такую новость, что завод ДМС, фирма ДМС, была продана. И теперь завода во Франции нет. Завод приехал в Болгарию. Не знаю, правда это или нет, но она меня убеждала, что это 100% именно так. Нитки теперь производятся в Болгарии. И говорит, что качество их ухудшилось. Ну, хочется верить, что качество останется прежним. Если у вас есть какая-то информация, вы знаете больше информации по этому поводу, пишите. Ну, вот такой вот момент. Говорят, что теперь нитки ДМС производят в Болгарии, а французских больше нет. И она мне предлагала заменить на анкор. Были... Это хорошие ниточки, и они там по лучшей цене, по 70 центов. Но я не рискнула. Я посмотрела, какие-то цвета можно подобрать, какие-то нет. Я решила докупить то, что есть в ДМС. ДМС уже буду отшивать то, что у нас указано по схеме. А там уже будем смотреть. Может быть, и буду заменять на анкор, если действительно качество будет ухудшаться. Ну, пока вот так. И еще один такой момент. К слову. Я недавно снимала видео о всех моих начатых процессах. и 23 мая, да? И у меня их было 18. Было 18, потом я еще начала Dimensions петух на черном, и еще Mill Hill банку с медом. Ну, банка уже завершена. И Spiridon Tremifutski у меня тоже уже завершен. Поэтому у меня опять их 18. Ну, вот сейчас еще 2 начнутся, будет 20. Ну, какие-то процессы у меня идут к завершению. Я думаю, они тоже завершатся. И там тоже, может быть, будет 18. Ну, смысл в чем? 18 такая цифра, да? Ни много, ни мало. У всех по-разному. Я открыла свой блокнот и интересно ради стала его листать. Смотрю, 2017 год. Все мои процессы. Думаю, ага, сколько же у меня было в 2017 году? Смотрю, 17. Проверяю. Из этих 17 очень много у меня вот повышивалось, я отмечаю. Часть этих недовышитых процессов перешло на другой год, на 18. Там я тоже, вот в 18-м, тоже что-то еще вышивала. Начинала процессы. Вот здесь у нас итоги. Процессы. В 2018-м, 11 у меня их было. Сократились. Это итоги. Процессы вот в 2020-м году, на 2020-й год, 18. Из этих 18-ти опять у меня много вышилось. И часть перешли на 21-ю. Тут у меня тоже 20-е итоги. Я себе писала, рисовала. На январь 2021-го года у меня опять их 18. А, ну, тут здесь март. Сколько у меня их было? 12. В общем, тут у меня такая загадочная цифра. 12, 18, ну, 11, 17. Я что-то вышиваю, что-то опять начинаю, завершаю. И вот мне интересно, к концу года я с какой цифрой приду все-таки? В десятки я приведу мои процессы. Смогу ли я их завершить? Буду проводить эксперимент. Как пойдет? По настроению. Вышивки у меня идут по настроению, по вдохновению. Я, конечно, всегда пытаюсь строить планы, но если нет настроения, вышивка, она не вышивается. Мне хочется, чтобы именно было настроение, чтобы ручки чесались, глазки горели. Вот тогда я люблю брать и вышивать. Но бывает так, что повышиваешь, повышиваешь, силы иссякают, нужно переключиться на другой процесс. Поэтому вот так и получается. На этом у меня все. Значит, я в субботу и воскресенье буду вышивать два новых процесса. Это Миробилие Персифона и моя звезда от Just None. В понедельник или вторник я начну снимать о моей рукодельной неделе. Сделаю включение. Посмотрим, что у меня получилось за выходные. Также посмотрим, что нам выберет рулетка, какой процесс я буду вышивать. Ну, в принципе, это у меня все на сегодня. Конечно же, будут вставки из влога, небольшие наши какие-то зарисовки, где мы гуляем, какие наши новости, что мы видим, наши впечатления за выходные дни. На этом мне все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока. Черепашка, привет. Куда идешь? Ты хорошенький. Привет. Привет, черепаха. Привет, большая черепаха. Не хочет, все. Ну иди по своим делам. Кажешь, что? Вот. А кошки в нашем парке очень умело используют сломанные поилки. Вот вода не работает, но зато для кошки самый класс. Теплое местечко, очень уютное. Кошка. Молоденькая кошка или кот. Ага, хорошо, тебе там устроилось. Там ворчит. Мы сегодня работаем спасателями черепах. С одной стороны здесь засуха, там нет травы и есть большой такой бордюр для стока, сточная канавка для сбора воды. И они не могут перебраться на эту сторону, где много зелени. Потому что здесь полив и здесь есть травка. Они кушают травку, здесь им водичку ставят. Тоже помоложе черепашка. Куда бежишь? Ну беги, беги. Давай, давай. Все, побежала по своим делам. А это третья черепаха, которую мы спасли. Тоже там застряла. Вот мы ее перенесли. Давай, беги, беги. Все, кушай травку. Голодная, там травы вообще нет. Сразу кушать стала. Сразу стала кушать. Совсем голодная. Кушай, кушай, не стесняйся. Не стесняйся, бедная. Она стеснялась. Она кушает. Такая голодная. Сразу набросила кушать. Она говорит, ну ладно, иди тебе, иди. А вот там вдали черепаха, которую мы спасли. Когда мы ее спасли, дня три назад. Но я, видимо, не снимала. Тоже она застрявшая была. Мы ее вытащили. Вон она там гуляет по полянке. И три сегодня. Все, побежала, побежала. Ну беги, давай, давай. А это четвертая. Видите, там нет травы. Все высохло. Шипит. Пугается. И они все вот сверху сползают сюда и дальше никуда. Вот теперь на травку. Все. Беги. Ешь травку свежую. Маленькая черепашка. Пятая черепаха. Муж решил всех их спустить. Тех, которые нашел. Все. Всех черепах сегодня спасли. А это вообще маленькая. Вот они все. В рядок. Малищика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА